Уважаемые земляки, в условиях аномально высокой жары на территории региона жители испытывают ряд проблем в некоторых муниципальных образованиях и поселениях с поставками холодной воды на питьевые нужды. Распоряжением губернатора создана оперативная рабочая группа при Министерстве энергетики, назначены ежедневные выезды в муниципальное образование, чтобы на месте разобраться в чем причина. И сегодня я обращаюсь к вам, хочу сказать, что мы держим каждый населенный пункт по решению вопроса водоснабжения на особом контроле и меры, которые принимаем, хотел бы в том числе к вам обратиться с вашей помощью. В первую очередь это режим водопотребления и полива. Вы должны прислушаться к рекомендациям глав муниципальных образований, в какое время поливать свои огороды, чтобы не ограничивать других своих соседей в пищеприготовлении, особенно многоквартирных домах. Второе, это несанкционированные врезки, которые ходят и выявляют комиссии на территории муниципальных образованиях. И третье, наверное, очень важное, это устранение тех порывов и дебита водозаборных скважин и каптажей родников, которые позволяют сегодня поставлять в нужном объеме воду. Мы пришли к такой ситуации, что до жары вода была, проблем не было, а как только появилась жара, начался массовый полив. И полив очень большой, а урожай надо сберечь, мы пришли к таким проблемам. Особо остро стоят такие вопросы по водоснабжению в Ульяновском районе, Сенгелеевском районе, Индинском районе, Чердаклинском. И мы их по поручению губернатора начали активно решать. Пример приведу, что уже вчера было закончено бурение скважины в Архангельском водозаборе, который будет поставлять воду в поселок Октябрьский, Мирный, Чердаклинского района. С сегодняшнего дня началось бурение скважины в самом районном поселке Чердаклы. И люди, которые обращались к губернатору, службу 112, уже получат возможность в течение двух недель принципиально улучшить качество своей воды. С сегодняшнего дня начались работы застарелые проблемы снабжения Ишеевки водой. И сегодня областной водоканал начал работы по прокладке дополнительного водовода для двух новых скважин, которые мы должны ввести в течение трех недель. И ориентировочно с 10 по 15 августа мы получим дополнительно две новые скважины с врезкой в существующий водовод, что позволит решить эти проблемы. В случае, если у вас остаются какие-то проблемы, неясности, вы не знаете, куда обратиться, позвоните в службу 112, и наши специалисты качественно будут сопровождать вас для решения, полного решения ваших проблем с водоснабжением.